Здравствуйте, уважаемые зрители! Меня зовут Ленар Минибаев, ведущий научно-сотрудник научно-дивиденческого предприятия «Башинком». Сегодня мы продолжим цикл бесед со старшим научным сотрудником нашей компании Татьяной Николаевной Кузнецовой. Здравствуйте, Татьяна Николаевна! Здравствуйте! Перед началом нашей беседы отмечу, что наш прошлый разговор про деструкторы растительных остатков и особенностей действия триходермы получил много откликов, положительных и скептически настроенных. Один из комментариев такой. Микробные препараты сами по себе бесполезны, если в почве нет баланса элементов питания и отсутствует структура почвы, живые корни растений и вся цепь микроорганизмов и тех, кто ими питается. Ваше мнение, Татьяна Николаевна, имеет ли такая критика научное обоснование? Давайте остановимся, наверное, на центральном предложении этого вопроса, то, что касается живых корней. Я так понимаю, что здесь имеется в виду почва после того, как снят урожай. То есть вегетационный период прошел, значит, урожай собрали, и как бы живых корней уже нет. То, что остались в почве, они должны отмереть, естественно, эти корни. Вот этот период. И целесообразность использования микробных удобрений. То, что касается и баланса питания, и структуры почвы, это настолько многофакторные процессы. Давайте пока их оставим в стороне. Вот давайте просто говорим, живые корни, да, и нужны ли микробные удобрения. Вот вегетационный период прошел. Естественно, растения, все питательные элементы из почвы вынесли, те, которым были им необходимы. То есть баланс, естественно, возник дисбаланс. То есть почва осталась обеднена этими микроэлементами, которые у нас, органическим веществом, которые унесло с собой растение. Но на почве остались что у нас? Пожневные остатки, правильно, да? Пожневные остатки. Мы знаем, что сейчас уже их не сжигают, да, прекрасно понимая, что это огромный резерв и зольных элементов, и органических веществ, которые нужно вернуть в почву. Иначе придется очень сильно тратиться на удобрения. Поэтому сейчас делают, да, значит, их оставляют на почве, их дискуют и запахивают в почву для того, чтобы вернуть вот тот вынесенный зольный и органический вещества, который растение с собой забрало в вегетацию. И что же мы сейчас имеем? Вот микробные удобрения, это единственное, что может нам помочь для того, чтобы пожневные остатки у нас в следующем вегетационном периоде были, разложились, да, и вот все питательные вещества опять вошли в почву, да, в состав почвы. Мы тоже знаем уже прекрасно это, что у нас сейчас пожневные остатки очень плохо разлагаются на полях, очень плохо. Потому что когда начинается новый период, пассивной, идет новая пассивная, то у нас встречаются остатки пожневные и прошлого, и позапрошлого года, то есть плохое разложение просто, если мы ничего не будем применять, просто оставлять их в почве. Они очень медленно разлагаются. Это как раз нам помогла в этом химия, которая уничтожила химические фунгициды, в основном применяются на полях, да, мы знаем, вот, для того, чтобы избежать заражения растений фитопатогенными грибами. Ну что же они сделали? Они уничтожили нам очень много полезных грибов. И опять я вернусь, прежде всего, триходермы. Понимаете, пожневные остатки, они имеют очень сложную структуру. Для бактерий они очень труднодоступны, потому что они содержат цепочки, такие длинные цепочки, которые бактерии очень долго и медленно разлагают. А вот грибы разлагают это достаточно быстро. Вы знаете, что туда входят целлюлезы, гемицеллюлезы, лигнин, труднодоступны для бактерий. А грибы, вот, например, триходерма лигнорум, она даже называется лигнорум, да, она с лигнином справляется достаточно хорошо. И целлюлезы, элитическая активность у нее высокая. А если еще специально подготовить эту триходерму, да, так сказать, подготовить ее таким образом, чтобы она предпочтительно разлагала целлюлезы, то активность у нее очень высокая. И поэтому без того, вот, и поэтому медленно идет разложение. Потому что нет вот этих главных грибов, которые бы расщепляли эту солому и давали бактериям ее доедать уже. И поэтому обязательно микробное удобрение надо применять. Если мы не хотим встретиться с тем, что мы просто, у нас это, пожневые достатки на полях не разложатся. И мы применяем для вот этого препарата у нас, например, стерня, содержит очень интересный комплекс. Бактериально-грибной комплекс, понимаете? Потому что, значит, триходерма, там обязательно входит триходерма. Потом у нас входит не один вид триходерма, а три вида триходерма. Которые как раз начинают вот это вот разложение трудно-трудно-трудно разлагаемых остатков целлюлезы. А потом уже бактерии тоже с целлюлезоветической активностью, которая обладает, подключаются к ней. И поэтому достаточно быстро идет разложение вот этой стерни и возврат питательных веществ в почву. Поэтому потом уже следующим вопросом может быть и баланс питательных элементов почвы, да, и микробный состав почвы. Потому что поселив бактерии в почве, мы как раз создаем те условия, когда они уже начинают подбирать под себя симбионтов. Потому что бактерия никогда не бывает в почве одна или на каком-то растительном остатке. Она всегда подбирает под себя компанию симбиотических микроорганизмов, которые выстраиваются по пищевым цепочкам. И они создают вот этот сложный комплекс, который уже доедает все, что можно доесть. То есть одни начинают есть, другие доедают за ними. И создается вот такой симбиотический комплекс. И почва наша становится живой. Живая она именно за счет микроорганизмов. Без микробов почва не живая. Это не почва, это грунт и что хотите, но это не почва. Почва – это когда она населена микроорганизмами, и они обеспечивают у него химическими процессами в почве протекающими. Поэтому этот вопрос, я даже его не ставлю во внимание, потому что без микроорганизмов почва не живая. А то, что мы вносим с препаратами, мы просто помогаем запомнить те звенья, которые, может быть, мы своей агротехникой неуемной, химией неуемной просто испортили. То есть мы восполняем недостающие звенья, которые погибают в первую очередь. Почему-то эти фитопатогены остаются на полях после применения фунгицидов химических. А вот полезные грибы и бактерии почему-то, к сожалению, быстрее исчезают. Поэтому без микробных удобрений мы баланс почвы не вернем. Ни микробный, ни питательный, ни структурный. В ходе вашего ответа вы упомянули про состав, комплекс препаратов для разложения растительных остатков. Можете конкретно рассказать про их состав и как они взаимодействуют с местной аборигенной микрофлорой? Да, я уже немножко упомянула, что это препарат, например, стерня для разложения пожертвенных остатков. Он представляет собой микробно-бактериально-грибной комплекс. Там входят грибы рода триходерма и бактерии, обладающие целлюлезотической активностью. Это, значит, бациллы, значит, бациллосуктелис, бациллосмегатериума, целлюгенозис и азотобактер. То есть как раз этот комплекс, который позволяет им симбионсно существовать друг с другом и очень быстро размножаться. То есть эти бактерии, которые взаимно дополняют друг друга по тропическим связям. И поэтому тот вот перевес углерод, азот, который существует в пожертвенных остатках, он вот как раз у нас этого дисбаланса не возникает за счет привлечения псевдомонат и азотобактера, которые способны фиксировать атмосферный азот. Поэтому они увеличивают количество азота в этих пожертвенных остатках и разложение стерни идет достаточно быстро. Саборигины микрофлоры, они тоже, значит, существуют очень хорошо, потому что после применения этого опыта ставились неоднократно. На протяжении вот пяти лет, пока мы разрабатывали этот препарат стерня, мы видим, что после внесения вот такой обработанной стерни в почву, мы брали анализы почвы и считали там микробное число. Мы видели, что очень быстро растет количество микроорганизмов. Значит, они вступают в симбиотические отношения с аборигиной флорой, они ни в коем случае ее не подавляют. И сами по себе себя в этом почве прекрасно чувствуют. То есть там у них нет сильных антагонистов, которые бы не давали нашим микробному препарату работать. Так что я думаю, что здесь вот как раз все в порядке. Из вашего ответа вытекает следующий вопрос. Как долго они работают в почве и особенности, скажем так, спорообразующих или, скажем так, сыстообразующих штаммов? Которые входят в препарат, да? Да. Как я понимаю. Значит, да, действительно, этот вопрос всегда, разработчиков биопрепаратов всегда очень волнует вопрос, насколько долго и остаются ли там эти бактерии после того, как мы их туда внесли. Поэтому существуют такие особые приемы, которые могут отследить, значит, выживаемость наших бактерий, да, в почве или в том объекте, куда мы наши препараты наносим. Вот. И, значит, это специальные метки для этого существуют, когда мы можем отследить. То есть брать почву и смотреть, остались там наши бактерии, в каком они количестве там содержатся, как быстро они элиминируются из почвы или остаются надолго. И могу сказать, что да, мы можем сказать, что мы потихоньку заселяем почву полезными, почвообразующими микроорганизмами, которые обладают еще и функцией повышения супрессивности почвы, то есть ее самоздоровления. В наш препарат входят, естественно, штаммы в той форме, в котором они могут переживать неблагоприятные условия, потому что вносится препарат обычно, ну, достаточно такие погодные условия бывают разные, да, бывает холодно, бывает заморозки, бывает, наоборот, очень жарко, ясно, много ультрафиолета. Поэтому мы вносим наши штаммы в той форме, в котором они это могут переживать, да, вот эти неблагоприятные погодные условия, переживать и оставаться живыми и хорошо вегетирующими. Поэтому у нас, значит, штаммы есть рода бацилюс, это споровая форма, да, мы вносим, в 100% споровой форме, а такие, как азотобактер, мы вносим в виде цист, то есть когда они уже переходят в цистообразное состояние. И тоже иногда просто такое есть недопонимание, может быть, или вопрос, чем отличается циста, тоже фаза переживания, да, бактерий в неблагоприятных условиях, от споры. Я вот хочу сказать, что споры – это самое совершенное, что придумала природа для того, чтобы выживать. Споры, споровые микроорганизмы, которые образуют спору, значит, они проходят длительную стадию спорообразования, то есть там 7 стадий, достаточно длительно. Спор одевается несколькими оболочками. И если мы правильно ведем технологический процесс и даем все условия формировать настоящую спору, то эта спора очень жизнеспособна. Мы вот проверяем ее жизнеспособность тем, что замораживаем и размораживаем, то есть создаем те условия, которые могут встретиться с сельхозработником на полях. Замораживаем и размораживаем. Репарат ведь не всегда используется сразу, да, бывает заморозкий. Мы препарат подвергаем ультрафиолетом, мы свою спору подвергаем оболочению ультрафиолетом, да, мы температуру повышаем очень сильно. И хотим сказать, что спора действительно может пройти все испытания, то есть выживать при любых обстоятельствах. Поэтому она существует иногда миллионы лет, да, даже в трудных условиях, то есть в условиях горячих источников, вечной мерзлоте, да, значит, перепадок всевозможных, послехимических обработок всевозможных. То есть спора – это самая-самая устойчивая форма жизни бактерий, которую вообще природа придумала. Циста – это несколько другое. Циста – это вообще фаза развития, понимаете, это даже, она, естественно, фаза переживания неблагоприятных условий, но это не есть форма, которая предназначена для выживания в экстремальных условиях. Это просто фаза развития, понимаете, микроорганизма. Вы знаете, циста есть еще и у низших животных, присмыкающихся и так далее. Циста вот образуется, да, то есть это фаза переживания. Естественно, она менее устойчива, чем спора. Циста, она может выдержать просто повышенные температуры, выдерживает, но, например, кипячение она не выдержит, она погибает. А спора это может выдержать. Спора может погибнуть только когда мы соединяем высокую температуру и давление. Только вот эти условия могут привести к гибели споры. Вот, циста менее жизнеспособна, но хотя вот те условия, которые встречаются в почве, она способна переживать. То есть вот заморозки, облучение ультрафиолетом, состояние цисты более-менее бактерия устойчива, потому что тем более в почве она еще прикрепляется, как бы иммобилизуется на частицах почвы, для растительных остатков, что ее укрепляет. Поэтому, в общем-то, циста это тоже форма переживания, но менее устойчива, чем спора. Вот, и когда я вижу препараты, например, на основе спорообразующих бактерий, у которых ограниченные условия применения или условия хранения, мне это удивляет. Потому что вообще, как бы, вот наш препарат, вы знаете, например, фитоспорин, да, у него срок годности 4-5 лет, и эти сроки он спокойно переживает. И даже после окончания срока годности мы предлагаем присылать нам препарат, и мы проверяем его жизнеспособность. И очень часто оказывается, что он практически, в общем-то, не потерял нисколько от своей жизнеспособности, то когда вы видите, что споровые бактерии пишут, там, полгода хранения и хранить в холодильнике, я думаю, что это просто неправильно введен технологический процесс. То есть просто спора у них не получается полноценной. То есть она не одевается во все те защитные полочки, в которые должна она быть одета. Ну, мы это видим на примере зерна. Да, зерно на вид одинаково, да, но есть зерна, которые схожесть имеют, а некоторые не имеют. Вот так же и споры. Поэтому имейте в виду, что если технологический процесс выдержан, и мы получаем полноценную спору, то она очень жизнеспособна. И момент про длительность работы в почве. Длительность работы в почве? Да. Ну, это тоже зависит, конечно, от многих факторов, но они обеспечивают как раз, она пребывает в почве как раз в процессе вегетации практически до конца вегетации. Вот наши бактерии, например, если мы обрабатываем семена, вот, например, фунгицид, да, наш фунгицид фециспорин, вот, он до конца вегетации помогает защищать растение. Но, конечно, когда мы делаем несколько обработок, мы повышаем его концентрацию, защитный эффект увеличивается. А вообще можно, если, например, после одной обработки отследить жизнеспособность для наличия нашего препарата, наших бактерий в почве, потом на растение, то мы видим, что он может быть сохранён до конца вегетации. То есть достаточно длительно. И потом уже, когда растения мы собираем, и корни остаются в почве, допустим, да, то почве они остаются тоже. То есть всё-таки санация почвы происходит при любой обработке нашими препаратами. Санация почвы, повышение супрессивности – это происходит. И когда мы обрабатываем стерню, и когда мы обрабатываем растения, и когда мы обрабатываем семена, потихоньку супрессивность почвы будет подниматься, потому что полезные бактерии мы помещаем в почву. Спасибо большое, Татьяна Николаевна, за ответ. И у агроновов ещё возник такой вопрос. Про особенности триходерма, а именно про его фунгицидные свойства. Как она, как бы, гриб сама по себе может уничтожать в себе подобное? Как вот это, чем обусловлено механизм? Расскажите поподробнее, пожалуйста. Ну, это механизм такой известный, потому что существует, конечно, бактериально-грибковый антагонизм, то есть грибы против бактерий, бактерии против грибов. Но это не только так. То есть бактерии могут выделять вещества антибиотики, которые способны антагонитически воздействовать на другие бактерии. Точно так же и грибы, выделяя антибиотики, антимикотики, у них идёт внутриродовые, внутривидовые антагонитические отношения. И очень вот нам повезло, что здесь существует такой гриб триходерма, который подавляет именно не себе подобные грибы. Между прочим, вот когда мы выделяем штаммы различные, мы тоже иногда встречаем антагонит даже внутри триходермы. Есть такое тоже, да, между разными штаммами, разными видами может существовать антагонит даже внутри одного рода. То есть это обыкновенный биологический закон, и он работает здесь. Но вот у триходермы то качество очень замечательное, что оно очень большой эффективностью давит именно фитопатогенные грибы. Главные её объекты – это фузариум, гельминт, это то, против чего мы боремся. И активность его всегда мы отслеживаем, как она воздействует на них. Фузариум, гельминт – это её главные такие антагонисты, враги. Но знаете, самое интересное даже другое. Вот это удивительное свойство у бактерий есть – не только подавлять, уничтожать, но и снижать их патогенность. Вот это важнее, потому что все фитопатогены мы ничем не уничтожим. Ни химии, ни биологии. И это не стоит задачей. Нам главное не дать проявить фитопатогенные свойства. Вот это вот, понимаете, главное. Не убить, а не давать проявлять фитопатогенность. Потому что видов, например, того же фузариума очень много. Патогенных из них всего 30%. То есть мы не можем учить весь фузариум. Зачем? Это делать не надо. Потому что это тоже обычный гриб почвенный. Но вот снизить фитопатогенность, снизить её вредное влияние на растения мы должны. И вот это вот триходерма с лёгкостью делать. То есть фузариум, он не проявляет фитопатогенных свойств в присутствии триходермы. Даже если он полностью не подавляется. Вот это вот даже более важное свойство, чем просто обыкновенное подавление. Спасибо большое за ответ, Татьяна Николаевна. Дорогие зрители, оставляйте ваши вопросы, комментарии под этим видео. А также предлагайте темы для следующей нашей беседы. Спасибо за внимание. Больших вам урожаев! Спасибо за внимание.